Дамы и господа, эта страна переживает разгар гражданской войны. Множество репортажей только из местных и независимых СМИ попадает к нам на стол каждый день. Многие из них размещены на infowars.com сегодня вечером. И размещены только там. Потому что центральные СМИ не покажут вам людей, забитых до смерти, забитых почти до смерти. И все крупные источники новостей отказываются освещать это. У нас даже есть источники в руководстве NBC, и имейлы, размещенные на infowars.com, и статья от Пола Джузефа Уотсона. Все говорят, что это важная новость. Мы должны это осветить. Они бьют людей, они убивают людей. Но СМИ продвигают и рекламируют это. Это внешняя криминальная корпоративная группа, захватившая эту страну. Это глобализм. Мы раскрываем его. Поэтому эта внешняя группа указывает на нашего защитника, который пытается снова вернуть суверенитет стране, и заявляет, что он чужак на стороне давнего врага, так называемых коммунистических русских. А теперь, дамы и господа, у нас есть две важных новости, поэтому я здесь в пятницу вечером в прямом эфире в 20.06 по Центральному и в 21.06 по Восточному, в 18.06 по Тихоокеанскому и в 19.06 по Горному времени, потому что это беспрецедентно. И когда я увидел это сегодня днём, я сказал, что я должен остаться здесь после вечерних новостей и озвучить это срочное сообщение. Потому что это такой перебор, что это берёт новую высоту по уровню лжи. Знаете, я видел Максим Уотерс со всей историей о её коррупции и лжи, ведь она знаменита подобным. Говорящая на прошлой неделе, я засучиваю рукава. Я сказал, засучиваешь рукава? Ты говоришь импичмент Трампа, посадить его в тюрьму, и у тебя нет доказательств всему этому? Ты ужасная расистская провокаторша. Единственный человек, который тупит больше, чем ты, это Нэнси Полоси, которая уже раз 20 сказала, что Джордж Буш-младший всё ещё президент. И это повторяется снова и снова. Она сказала... Мы покажем ролик через мгновение. Что Дональд Трамп и вся его семья являются частью преступного предприятия. А затем она говорит «преступный клан». И это неподсознательно. Это игра на общественном невежестве. Речь не о шотландском клане, она имеет в виду «кук-клукс-клан». Дамы и господа, это новый уровень. И затем ещё один конверсмен выступил сегодня и сказал, «Если ты говоришь с любым русским, ты говоришь с российским агентом и виновен в измене родине». С любым русским. Но мы знаем, что этот российский адвокат был сфотографирован с демократами, с Оросом, с Клинтонами. Она часть их компаний, часть всей этой организации. Мы знаем, что Хилари пыталась сделать так, чтобы русские выложили досье на Трампа о мочеиспускании. Это они общались с русскими. Это они брали деньги за уран. И это они нас продавали. Это сумасшествие. Эти внешние глобалистские силы фонд Клинтона получали миллиарды от иностранных спонсоров, когда она занимала пост госсекретаря. Несчётное количество раз, чего Трампу даже и не снилось. Но мы видим там этого монстра, а с ней ещё и полоси. Просто изрыгающий бред. Потому что они неудачники, потому что они становятся региональной партией, потому что мир прозревает, глядя на них, а не только Америка. Они пытаются аннулировать выбор народа. Итак, давайте перейдём к просмотру видеоролика. Посягательственная непорочность наших выборов, безопасность нашей страны, чистота нашей демократии под угрозой. Спасибо глава Полоси за то, что собрали всех нас сегодня, тех, кто предпринимает определённые шаги по противодействию преступному семейному предприятию Трампа. Раскрыть преступную деятельность, неконституционную деятельность этого президента и его семьи. Я уже с давних пор окрестила их преступным кланом. Я считаю, из встречи Трампа-младшего можно сделать вывод. Если ты встречаешься с любыми русскими, значит, ты встречаешься с российской разведкой и, следовательно, с президентом Путиным. Если ты встречаешься с любыми русскими, ты встречаешься с президентом Путиным. Вот такой уровень дебатов в Вашингтоне. Майкл Капута. И это... конгрессмен... вертлявая свинка из штата Иллиной, с огромного оплота коррупции. Итак, транснационализм, глобализм — это офшорные корпорации, захватывающие власть в Вашей стране, освобождающие себя от налогов и грабящие Вас. Это мировой колониализм даже в отношении стран Первого мира. Это по их собственному признанию. Это называется технократия и означает диктатуру технократических элит. Так себя называют члены Давоса. Цифровые диктаторы. И... Им не нравится, что Трамп заставляет большие банки кредитовать малые бизнесы. Им не нравится 3 триллиона долларов фондовой биржи. Им не нравится, что все получают шанс. Им не нравится, что 63% нелегалов не могут пересечь границу и это только за первые 6 месяцев. Им не нравится, что Трамп пресекает захват Ближнего Востока глобалистскими и геи и аль-каиды. Они в вешенстве. Они больше не могут всем заправлять. Президент наконец-то вернулся. Так смешно видеть, как республиканская и демократическая элиты обе соглашаются с мистификацией России в готовности свергнуть президента, в готовности ликвидировать его. Именно об этом они говорят в Атлантик Мансли и прочих изданиях. Как мы писали, в период чрезвычайного положения, военного положения, гражданской войны, и они делали это по всему миру. Так почему бы не сделать это здесь, в Америке? Они обманом захватили нас, а мы получили плацдарм для отвоевания своей страны, но ситуация ухудшается. Она ухудшается, дамы и господа. Можно посмотреть на то, что сделали сами демократы, продавая нас с потрохами. Все, в чем они обвиняют Трампа, делали они сами. И это новый мем. Это новая тема для обсуждения. Чуть позже мы покажем несколько роликов, где бывший сотрудник ЦРУ Боб Бэйр на телевидении говорит, «Если говоришь с русским, если говоришь с русским, ты говоришь с агентом». Это за пределами всякого маккартизма, какой мы только видели от партии, которую ловили на сотрудничестве с русскими, когда те были коммунистами. ФСБ 17 лет назад рассекретило документы по США, и оказалось, что сенатор на самом деле тогда был прав. Я о том, что коммунизм действительно был, и он был зловещен, и наши собственные группы левых завезли большевистскую революцию в 1917-м из Нью-Йорка и Лондона, и привели большевиков к власти. Мы сделали это с Россией. И сейчас у них снова христианство, и они вырвались от глобалистов. Так что так же, как Голливуд ненавидит Центр Америки, они ненавидят и Россию. Они признают это, и я знаю послов и членов Конгресса, подтверждающих ненависть Голливуда к христианам. Черт, они завозят исламистов, мужчин призывного возраста, которые являются членами Хамаса, и всех этих групп, и злые люди. Но у них есть план. Итак, Донни-младший проводит встречу ради расследования для противодействия, так же, как Хиллари встречалась с множеством русских, пытаясь найти компромат на Трампа. Но это же нормально, или встречаться с украинцами, или подосея на Трампа. Но если он, то это сенсация. Пойман с поличным на месте... преступления, написанное на обложке журнала Тайм. И дамы и господа, так же, как и Полоси, сделала это намеренно, даже еще жестче, назвала его криминальным кланом, его семью криминальным кланом. Повторюсь, пытаясь намекнуть на Кук-Лукс-Клан использованием этого термина. Это криминальное предприятие, криминальный клан. Давайте еще раз выведем ее на экран, это очередное, якобы подсознательное, потому что это даже не подсознательное. Обратите внимание, как они разместили слова на, и мне это нравится. И опять же, они сделали усы Гитлера узкими наверху, точно в таких же пропорциях, как у Гитлера. И затем расширили их, так же, как усы Гитлера, сто процентов, ради того, чтобы представить его в виде Гитлера. Они буквально размыли все остальное и поместили их там, чтобы создать, и даже скрыли слово «я» почти полностью, и слово после «на», чтобы создать идеальные усы Гитлера. Но послушайте, они же зовут его Ку-Ку-Ку-Ксклановцем. Во всех новостях говорят, если ты снижаешь налоги, ты Ку-Ку-Ку-Ксклановец. Если тебе не нравится провальный Обамакейр, ты Ку-Ку-Ку-Ку-Ксклановец. Который был написан республиканцами, против которого выступает Трамп. Обе партии, элиты, коррумпированный поп-педофил, чей человек недавно был разоблачен, саудовцы, китайские коммунисты, ЕС, Голливуд вместе с центральными СМИ, они все против Трампа. Люди спрашивают, почему я в это лезу? Боже, да как же мне не лезть? Ведь он бьется за снижение налогов, он отменяет постановления, он бьется за отмену медреформы Обамы, и они противодействуют ему. Это безумие. Дамы и господа, мы живем в невероятное время. А теперь, мы сделали простую подборку за сегодня на обсуждаемую сейчас тему. Это дойдет до того, что если ты увидел русского, или у тебя собака русской породы, знаете, русский волкодав, или типа того, или какие бывают русские породы собак, не знаю, может ты когда-либо ходил на русский балет и стал русским агентом. Хочу сказать, что у них есть службы безопасности, Федеральные избиратели комиссии, ФБР, которые проверяли меня на шпионаж, чтобы узнать, не финансируясь ли я русскими. Все могут проверить, что мы финансируемся AdBlade'ом и Google Ads, той же рекламой, которую вы можете видеть везде на InfoWars.com. Еще у нас идет реклама на радио, которую вы слышите, еще мы продаем товары на InfoWars.com. Все это знают. Но повторяю, это именно Клинтоны получили сотни миллионов долларов через фонд Клинтонов от российских банков и 30 с лишним миллионов через Подесту за продажу урана. Но ведь это не важно, потому что СМИ просто трещат и трещат и трещат и говорят, поймали с поличным. И затем делают эти гитлеровские усы для того, чтобы вы это видели. И у них проходит слушание в Конгрессе и прочее, где говорят, ой, ну Джонс явно заодно с русскими. Я никогда не был в России. А знаете, я не поддамся этому устрашению. Я объявляю поездку в Россию. Как пиар-ход. Чтобы они это осветили. И я еду в Россию, и я пойду в Конгресс, и я пойду в Национальный пресс-клуб и брошу вызов этим подонкам, потому что они недавно отменили слушание по Роджеру Стоуну, о которых они молчали несколько месяцев, и которые должны были пройти за закрытыми дверями, потому что они так напуганы, что отменили их проведение 24-го числа на следующей неделе. Через неделю. Они отменили их в этот понедельник. Потому что они такие трусы, и они продолжают говорить, что вызовут меня в Конгресс. Пожалуйста, подонки, демократы, пожалуйста, ой, только это будет за закрытыми дверями так, чтобы вы могли выдумать мои слова. Чтобы вы могли выдумать, знаете, что я сказал? Я русский агент и прочее. Хочу сказать, что это смешно. Русские хотят защитить вторую поправку и роста нашей фондовой биржи? Русские агенты хотят контролировать наши границы, объявить о нашей независимости, восстановить нашу армию, и чтобы Министерство по делам ветеранов занялось ветеранами. Это безумие. Итак, давайте посмотрим этот последний выпуск новостей, в котором они продолжают говорить, если ты говоришь с русским, ты говоришь с российским агентом. Правда? А я думал, эта дама связана с Соросом и демократами. И что приехала по визе, ее продлили, и что она была известна как сотрудник демократической партии и протестовала против Трампа. И что она соврала о том, чем располагала. Донни-младший должен поступить как Трамп в июле прошлого года, тогда же, когда он встретился с ней, и сказать, «Как сказал мой отец, у кого есть утечки, обнародуйте их. У кого есть письма Хиллари, обнародуйте их. Это незаконные письма. Она скрывает преступления. Не отводите от нее внимание. Опубликуйте их. Опубликуйте их». Но вместо этого у нас, «Ой, он является членом семейного организованного преступного клана». И, «Ой, смотрите, у него усы Гитлера. Его взяли с поличным. Это красная угроза», подразумевая, что Россия коммунистическая. В России сейчас налоги ниже, чем у нас. Это все ложь. Наваленное на ложь. Наваленную на ложь. Давайте перейдем к просмотру тех роликов. «Страна, которая на нас напала во время выборов в 2016 году, с ними нельзя иметь дело. Это действительно, как знаете, сотрудничать с японцами после Перл-Харбора по защите Гавайев. Я ставлю под сомнение патриотизм всех этих республиканцев, которые позволяют этому президенту быть заодно с Путиным и обниматься с Путиным. Республиканцы стали помощниками нападения Трампа и России на нашу демократию». Итак, это перешло от слухов о России со всей кампанией вокруг двух незначительных контактов, которые организовали демократы в качестве ловушки, к нынешнему нападению Трампа и России. Трамп и Россия заодно. Они действуют так, как будто мы уже ведем войну с Россией. Надеюсь, что она произойдет, как сказал мне один из продюсеров сегодня вечером. Вот что происходит. Но вы уловили ложь? Российское хакерство. Они перешли от ее участия в цифровом взломе и краже почты к отказу от этой идеи и к простому «Ой, они встретились с русским». Да, по поводу коррупции Хиллари. И впоследствии это, конечно же, была приманка и обмана в попытке завести его в разговор о санкциях, которую они не должны были вести до фактического вступления в должность. Но, повторюсь, они пытались парализовать Трампа, чтобы он не смог говорить с русскими. Они говорили, что он российский агент за встречи с Путиным. Это невероятно. Путин противостоит радикальному исламу, с которым некоторые демократы состоят в союзе. Не забывайте об этом. Еще одна статья, о которой я упомянул, она есть на infoborce.com, одна из многих опубликованных сегодня. Даже в новостях центральных СМИ признают, что нам приказали освещать жестокие и ужасные нападения, когда людям рассекают веки, рассекают губы, пробивают головы, когда в некоторых случаях людей убивают, людей расстреливают. А демократы говорят, хаштаг, выслеживайте республиканцев. Очень важно понять намерения этих угрожающих хулиганов, потому что они заявляли в Atlantic Monthly и в журнале Нью-Йорке, что хотят убрать Трампа и организовать новые выборы под руководством Службы национальной безопасности, которая за демократов, как и в Венесуэле, и чтобы республиканцы больше никогда не победили. Потому что они знают, что произошла убедительная победа и смена политической системы, и если Трамп сможет добиться процветания и снижение налогов, это будет означать перерождение Америки и передачу власти обратно людям. Американизм, а не глобализм. И уже никогда не получится опрокинуть Запад. Поэтому они его ненавидят, потому что глобалисты хотят захватить всё. И западная идея свободы и свободного рынка составляет конкуренцию им, технократам, мировым Безосам, которые получили 600 миллионов долларов от ЦРУ на функционирование Вашингтон-Пост и распространение лжи, и которые на этой неделе в Конгрессе пытаются закрыть нас, независимые СМИ, и хотят насильно пичкать своими новостями. В новостях пишут, что они хотят нас закрыть. И опять же, они продолжают рассказывать, что мы работаем на Россию. Нет, дамы и господа, я за истинную американскую идею, и мне не важно, если ты прибыл сюда 10 лет назад или 400 лет назад. Например, мои предки были первыми колонистами. Ты американец, если ты поддерживаешь идею о свободе, если ты поддерживаешь идею свободного общества, поддерживающую идею низких налогов и права на самозащиту. И просто невозможно смотреть в глобалистские предатели, которые продали эту страну, совершают разворот, в то время как мы обличаем глобализм как чужеродный внешний захват. Как я всегда и говорю, глобализм идентифицируется как явление внешнее, транснациональное, выше закона, не облагаемое налогом, авторитарное. Оно хочет для вас таскетичности, хочет вашей бедности, чтобы контролировать вас. Это все их каноны, и они признают это. При Обаме нельзя иметь автомобилей и кондиционеров, но он наделен богатством и властью. И Папа Римский говорит то же самое. Если допустить этот непопулярный режим, то всему конец. Он чужеродный, он неизбираемый. И видите, им приходится бороться против правды, их ложи о том, что во всем виноваты русские. О, да, я задержался здесь до 8.20 вечера в пятницу, потому что Путин позвонил и приказал мне. Знаете, я уважаю Путина, и ничего не могу с тобой поделать, потому что он выпнул глобалистов из своей страны, тех же баронов-разбойников, которые грабили его народ. Идеален ли он? Конечно, нет. Сильный ли он человек? Конечно же, да. И я ничего не могу поделать со своим восхищением Трампом, потому что он тот, кто нам нужен, и он знает, что он делает доброе дело и противостоит всей этой шумихе и вранью. И все, кто пытается перестраховаться, республиканцы и все остальные перестраховывающиеся, он ничего, но мы еще посмотрим, сообщают о вранье демократов как о чем-то потенциально правдоподобном, перестраховываются. Вот это и довело нас до нынешней ситуации. И они знают, что их все ненавидят, они знают, что у всех открылись глаза на еще-то, они сказали, когда они снова ведут авторитаризм, то это приведет к гражданской войне, в которой они считают, что уже победили, принимая за слабость тот факт, что мы не хотим жестокого конфликта. Я беру собачье дерьмо совком и выбрасываю, а не наступаю на него и не пытаюсь с ним драться. Я хочу, чтобы вы ушли с моего пути. Уйдите с нашего пути. Не препятствуйте космической программе, не препятствуйте технологиям продления жизни, не препятствуйте реальному миру на Земле с обществами, которые хотят двигаться вперед и развивать систему. Мне не важно, откуда ты, из Бразилии, или России, или Японии, или Нигерии, или Англии, или Соединенных Штатов. Мне не важно. Настало время признать, что свободный рынок это единственный выход, но свободный рынок не может сосуществовать с радикальным исламом и коммунизмом, потому что они не позволят нам сосуществовать. Вы восприняли Запад идею открытости, доброты и милосердия неверно. Вы приняли нашу доброту за слабость и вы ошибаетесь, глобалисты. Мы убеждены и таких становится все больше с каждым днем, принадлежащих к одной человеческой расе с красной кровью в венах желающих свободы, и мы живые и пробужденные. А теперь, слушатели и зрители, я озвучу выдержки этого в прямом эфире в воскресенье с 4 до 6 вечера, но вы проведите это видео в обход их ботов и в обход их цензуры. Разместите его на фейсбуке, разместите в комментариях на сайтах новостей, разместите его везде. Прорубитесь этим видео сквозь них и разошлите его всем, кого знаете емейлом, на фейсбуке, в твиттере, где угодно, потому что это важно, и людям нужно знать, в какой лжи они участвуют. Мы знаем, что люди, стоявшие у власти, настроены против нас, мы знаем, что они хотят нашей бедности, мы знаем, что они врали, мы знаем, что они зло. Мы отвергаем их, они знают, что мы их отвергаем, поэтому они запускают эти фальшивки, эти отчаянные фальшивки на последнем вздохе, о том, что они вот-вот нас победят. Опасность в том, что они верят в свою ложь и разжигают насилие, чтобы запугать нас, и это не действует. Так что боритесь с ними изо всех сил в информационной войне и не теряйте концентрации. Субтитры создавал DimaTorzok